Мы переходим к обсуждению вопросов лекарственного лечения. Я думаю, что у нас в ходе нашей сессии тоже будет не менее оживленная и полезная дискуссия, но уже касающаяся вопросов лекарственного лечения метастатической меланомы. Тема, как мы понимаем, для нас очень актуальная, потому что процент больных, имеющих диссеминированную болезнь в нашей стране большой, это объективно вытекает из отсутствия ранней диагностики. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это достаточно, если не сказать больше, но ограниченный доступ к новым возможностям лечения. Очень небольшой процент клинических исследований, которые по разным причинам доходят до России. Ну, как-то хочется верить, что всё-таки мы обсудим те вопросы, которые будут и интересны, и полезны для собравшихся. Но мне бы хотелось просто спросить, кто из участников нашей конференции занимается вопросами лекарственного лечения метастатической меланомы, будь то адювантная терапия или другая. Вот можно вас попросить поднять руки. Ну, не так много, на самом деле. Получается, что у нас больше хирургов и представителей других специальностей. Но, тем не менее, Зана Анатольевна, я понимаю, что у нас сейчас будет интерактивное голосование. Глупоуважаемые председатели, глупоуважаемые коллеги, приготовьтесь к интерактивному голосованию. И первый вопрос, на который мы вас просим дать ответ. Чистота выявляемости меланомы кожи на поздних стадиях в рутинной практике. Будьте добры. Хорошо слышно в зале, да? Спасибо. Ну, впечатляет ответ, да? 83% считает, что более 25%. Следующий вопрос. Средняя выживаемость пациентов с десемированной меланомой кожи при стандартной химиотерапии. Спасибо. Ну, так и есть, наверное, в России, да? И в целом в мире. Менее года ответили большинство наших коллег. Так и есть. Кстати, число участников в голосовании 28 на хирургической сессии было 32-34. То есть, несмотря порезевший ряд, все-таки заинтересованных лиц осталось достаточно много. Спасибо. Следующий вопрос. Какой процент больных меланомой кожи с метастазами в головной мозг вы диагностируете в рутинной клинической практике? Спасибо. По-разному ответили. Видимо, по-разному мы все-таки по-разному видим в своей клинической практике. Но мы об этом остановимся в своем докладе и подискутируем на эту тему. Следующий вопрос. Частота объективного ответа при терапии виморофенибом у больных десеминированной меланомой кожи. На удивление, большинство оказались правы. 57% показали клинические исследования и практическое применение. Следующий вопрос. И последний вопрос. Есть ли у вас опыт применения препарата виморофениб в вашей практике? Все понятно. Будем тогда говорить основательно. Если будут вопросы, конечно, мы будем постараться их осветить. Спасибо. Ну и Светлана Анатольевна, вам и первое слово, пожалуйста. Нет, тут не открывается. Будьте добры, откройте, пожалуйста, презентацию. Проценка. Уважаемые коллеги, говоря об актуальности вопроса о лекарственном лечении метастатической меланомы, наверное, не приходится. Абсолютно актуальна данная тема. И продиктована она не только с одной стороны ростом заболеваемости, но с другой стороны. И на сегодняшний день мы имеем, к сожалению, мало достаточно препаратов, которые эффективны. Скорее всего сказать, что достаточно низкая эффективность противопухолевых препаратов, которые мы имеем в своей рутинной практике, в клинической практике. И если обратиться к истории лекарственного лечения метастатической меланомы, то следует обратиться к первой дате. В 1975 год. Тогда был синтезирован декорбозин. И посмотрите, с этого периода практически в течение 40 лет не произошло каких-то существенных изменений. К сожалению, эффективность декорбозина достаточно мала, хотя по литературным данным и печатают об эффективности в пределах 20%. Но на деле мы видим, конечно, где-то это 6-8% и не более. И вот, можно сказать, только в 90-е годы произошли некоторые изменения, и появился интерлекин-2. И применение его в высоких дозах показало достаточно высокую эффективность. Но и токсичность применения препарата была достаточно высокой, что, к сожалению, препятствовало применению данного препарата в клинической практике. И вот до 2011 года практически было такое вот стояние в лечении лекарственного, в лекарственном лечении меланомы. Но в 2011 году происходит, ну буквально, наверное, прогресс, взрыв в лечении пациентов с данной патологией. Регистрируются сразу два препарата – виморфинип, таргетный препарат, и препараты пилимумаб. И с этого времени, достаточно за короткий период, происходит появление на рынке достаточно большой когорты противоопухолевых препаратов, эффективных, которых мы раньше такой эффективности при лечении этих пациентов не видели. И, если вы знаете, читали, может быть, буквально месяц назад был одобрен FDA препарат пембролизумаб, который является первым препаратом, который направлен против рецепторов PD-1, то есть рецепторов запрограммированной смерти опухолевой клетки. Таким образом, на сегодняшний день развитие лекарственной терапии метастатической меланомы идет по двум направлениям. С одной стороны, это таргетная терапия, то есть терапия, которая направлена на определенные молекулярные мишени. Здесь путь, о котором уже говорил Евгений Наумович, сигнальный путь с трансдукцией, который регулирует МАП, как он называется, он регулирует апоптос, пролиферацию опухолевой клетки. И, как видите, достаточно много в настоящее время существует препаратов, которые уже одобрены или которые еще проходят клинические исследования. Они направлены на различные мишени, набрав мутацию, на МЕК, но они уже достаточно себя зарекомендовали. А другое направление, совсем иное, это иммунотерапия. Иммунотерапия – это создание моноклональных антител. Их действия направлены на то, чтобы вызвать иммунный ответ организма против опухоли. И в данном направлении тоже уже существуют препараты, о которых вы уже слышали, конечно. Это эпилемума, по которому мы сегодня уже говорили и будем достаточно много говорить. Препарат, который направлен против цитотоксического лимфоцита CT1-4. Потом пембролизума, по которому мы говорили, его действия блокируют рецепторы программированной смерти клетки. Есть препарат неволумаб. И достаточно много сейчас проходит испытания препаратов, которые еще только не имеют названия, а кодовые шифры. И говоря о возможности персонализированного лечения метастатической меланомы, следует еще раз вам напомнить, что можно по своему молекулярно-генетическому портрету метастатическую меланому разделить на три большие группы. Первая группа – это меланомы, которые имеют BRAF-мутацию. Их около половины. У нас по России выходит где-то около 60%, но в принципе среднее число пациентов, имеющих BRAF-позитивную меланому кожи, 45-50%. И для этой группы пациентов существует препарат Виморфениб, Доброфениб. И при данной патологии может быть использована ингибитор МИК. И сейчас у нас не зарегистрирован препарат, одобренный в ДИЭТО Термитизмин. Другая группа пациентов имеют НРАЗ-позитивную мутацию. Эта мутация встречается реже, она встречается где-то в 20% случаев. И здесь сейчас проходят клинические исследования мек-ингибиторов. Тоже мы говорили, Евгений Науч уже рассказывал о том, что могут быть меланомы, в основном меланомы слизистой, меланомы акральной области, имеющие ЦКИТ-позитивную, ЦКИТ-мутацию. И в этом случае используется препарат, который используется при лечении хронического мелаликоза или гастроинтестинальных стромальных опухолей. И есть наблюдения, которые показывают высокую эффективность применения данного препарата при меланомах слизистых. И вот на этой таблице, такой сводной таблице, представлены те препараты, которые в настоящее время уже зарегистрированы, одобрены FDA. Первый препарат, пиомрофенип, который одобрен у нас в России, о котором будем позже говорить. И посмотрите, вот часть препаратов воздействует на брафмутацию, часть препаратов являются мек-ингибиторами. И в настоящее время существуют уже комбинированные, одобренные применения режимов химиотерапии, когда два препарата используются вместе, например, даброфенип и термитивнип. Данная комбинация уже считается стандартом в лечении больных в США, например. Но у нас в настоящее время, я повторяю, еще раз одобрен только препарат виморфенип, который является ингибитором брафмутации. Несколько слов еще раз о том, что такое брафмутация, инкогенная мутация. Известная о них стала давно, еще в 2002 году стало известно, с того времени пошли клинические исследования для поиска препарата, который будет эффективен при данной патологии. И в основном мутации происходят в 600-м кадоне, они могут быть различны в зависимости от того, какая кислота меняется, например, валин на глютаминовую кислоту. Эта мутация чаще всего присутствует до 90%. Другая мутация есть ВИ-600К, и совсем редкие мутации это Р и Д. И нужно сказать, что брафмутации, в общем-то, они ведь могут наблюдаться не только при меланоме, они могут наблюдаться и при других слоидных опухолях, например, при раке щитовидной железы, колоректальном раке. И свидетельствует наличие этих мутаций всегда о неблагоприятном прогнозе. В настоящее время из ингибиторов брафмутации существуют два препарата, которые уже зарегистрированы в ВИБРОФИНИБ и ДОБРОФИНИБ. Ещё раз повторю, что он воздействует на путь, киназный путь трансдукции, МАП, который регулирует клеточный рост, дифференцировку, воздействует на апоптос клетки. И браф, что такое браф? Это прайденгиназа, которая регулирует этот каскад и является компонентом данного каскада РАФ. И при наличии мутации происходит неудержимый рост опухоли, неконтролируемый рост клетки. Препараты, которые блокируют действие данной мутации, к ним относятся ВИБРОФИНИБ, они блокируют передачу сигнала от мутированного белка. И таким образом прекращается каскадный путь, МЕК, ЭРК, и таким образом прекращается дифференцировка клетки, её рост, и всё это ведёт к регрессу опухоли, к её апоптозу. Первые сведения об эффективности препарата, который мы сейчас называем ВИБРОФИНИБ, он назывался раньше под кодовым названием, ЭЛИКС-4032 появился в 2010 году. И вот эти снимки обошли многие медицинские учреждения, печатались во многих журналах, они произвели, конечно, фурор, потому что такого ещё не видели на фоне лекарственного лечения, буквально исчезновение метастатических очагов, как визуализируемых, так и висцеральных изменений. И после 2011 года, после 2010 года идут дальнейшие уже исследования препарата. Мы сейчас остановимся именно на ВИБРОФИНИБе, потому что он единственный, который зарегистрирован у нас в стране. Исследование было БРИМ-3, перед этим было исследование БРИМ-2, но вот это исследование, оно осталось ключевым исследованием, которое абсолютно доказало эффективность препарата при лечении метастатической меланомы. Исследование третьей фазы, оно было рандомизированное. Две группы пациентов. Одна группа пациентов получала стандартную химиотерапию декорбозином, а другая группа пациентов получала препарат ВИМРОФИНИБ, если у больных была мутация гена БРАФ ВИШИССОД. Следует еще сказать, что ключевым моментом в данном исследовании была оценка общей выживаемости пациентов, потому что раньше не было ни одного препарата, который бы повышал общую выживаемость пациентов, и оценка выживаемости без прогрессирования. И вот посмотрите, какие впечатляющие результаты были получены на данном исследовании. Было доказано, что ВИМРОФИНИБ достоверно повышает общую выживаемость пациентов по сравнению с декорбозином, и разница была достаточно ощутимая. 13,6 месяцев и 9,7. То есть впервые был перейден рубеж, более года пациенты жили с метастатической меланомой. И такой же результат был получен при оценке без рецидивной выживаемости. Здесь результаты были еще более очевидными. Больные на фоне лечения декорбозином на стандарты химиотерапии, время до прогрессирования медиана составило полтора месяца, тогда как при ВИМРОФИНИБе более полугода, 7 месяцев. Эти данные были абсолютно достоверны. И подтвердилась также эффективность ВИМРОФИНИБа в оценке объективного ответа. Частота объективного ответа была в 6 раз выше ВИМРОФИНИБа, чем эффективность декорбозина. Причем эта тенденция наблюдалась, не тенденция, а эта закономерность наблюдалась и при оценке полного эффекта, и частичного ответа. Следует сказать, что в рамках этого исследования было проведено исследование по поводу наличия мутации. О том, что сегодня говорили, при каких же мутациях работает препарат. Так вот, он работает, как вы видите, при мутации ИЕ и при мутации К. Эффективность ВИМРОФИНИБа была достоверно выше, чем декорбозина при любой виде мутации. Таким образом, определение мутации является ключевым. Еще раз хочу подчеркнуть, что нельзя препарат назначать без молекулярно-генетического тестирования. К сожалению, если вы назначите препарат больному, не имеющему мутацию, то можете вызвать, наоборот, рост опухоли, потому что в здоровой ткани, к сожалению, начинается активизироваться вот этот вот путь, RAF-RAS, и это ведет к увеличению опухоли. Поэтому ключевой моментом всегда является это предварительное молекулярно-генетическое тестирование. В настоящее время существует два центра, где проводится молекулярно-генетическое тестирование. По-моему, в других городах, может быть, и тоже сейчас налажено, но это Москва и Санкт-Петербург, и эти центры всегда готовы провести молекулярно-генетическое тестирование. Таким образом, на основании всех исследований была проведена регистрация ВИМРФНИБа. Еще раз добавлю, еще раз раскрою, что это первый препарат, первый BRAF-ингибитор, который зарегистрирован был и в мире, и у нас в стране, который достоверно увеличивает общую выживаемость больных с метастатической меланомой. Это таблетированный препарат, он был зарегистрирован в 2011 году, в нашей стране через два года только. Доступен он с марта этого года, и у нас есть пациенты, которые приобретают препарат сами. Препарат используется, еще раз, это таблетированный препарат, он удобен в применении амбулаторном, для этого не нужна госпитализация пациента. Применяется он дважды в день по 960 мг в сутки, и показаний, это должно быть еще раз, подчеркиваю, неоперабельная метастатическая меланома. В адювантном режиме показаний на сегодняшний день нет. И длительность лечения, как обычно, до прогрессирования или до непереносимой токсичности. И вот хочется сказать, что дальнейшее, конечно, наблюдение за пациентами проходит, и исследования по выживаемости пациентов проводятся. И вот одно из исследований, которое по широкому доступу препарата показало, что медиана общей выживаемости на фоне применения данного препарата составила 15 месяцев. Достаточно высокое, мы такой, конечно, общей выживаемости еще не видели. И хочется еще что сказать. Помните, я говорила, что наличие BRAF мутации является неблагоприятным фактором. Так вот, применение химиотерапии у больных, тех которых есть, а мутация V600E, у них прогноз хуже и эффективность химиотерапии хуже, чем у тех больных, у которых BRAF мутация отсутствует. И хочется еще добавить, что, как и на многих таргетных препаратах, динамика эффектов при терапии BRAF ингибиторами наблюдается достаточно быстро. Уже на первой-второй неделе применения препаратов отмечается улучшение самочувствия больного, снижаются симптомы заболевания, улучшается общее состояние, уменьшается размер опухоли. Наверное, такие наблюдения мы отмечали при применении ингибиторов ИДЖФР при аденокарциноме легкого. Препарат такой, наверное, применяли тоже, ИРЭСа. И буквально вот это было названо синдромом лазера, когда больной через 3-4 дня после применения препарата буквально вставал на ноги и чувствовал себя достаточно благоприятно. Вот такие же наблюдения у нас отмечены и при применении данного препарата в меморфинибе. У метастазов головной мозг, о том, о чем мы сегодня уже в интерактивном участии дискутировали, достаточно часто встречаются. И, к сожалению, мало препаратов существует, которые проникают через гемоэнцефалический барьер, а пациенты достаточно сложные. И мы, конечно, меньше их диагностируем, поражение головного мозга намного меньше диагностируем, чем это есть на самом деле. Как вы видите, патологоанатомы встречаются у 75% больных с диссеминированной меланомой, с поражением головного мозга. В течение заболевания, конечно, прогноз ухудшается у этих пациентов, и общая выживаемость пациентов достаточно низка. Как правило, она 3-5 месяцев. Так вот, препараты, которые, вот эти новые препараты, брав ингибиторы, они показали свою эффективность при лечении больных с поражением головного мозга. И такое исследование было продемонстрировано на АСКО в 2014 году. Как вы видите, достаточно высокий процент объективного ответа, почти 50%. Но если при этом определить еще стабилизацию процесса, а у пациентов с поражением головного мозга и вообще с метастатической меланомой, стоит оценивать эту эффективность, потому что самое главное, как уже и говорилось, и все вы согласны, наверное, мы работаем все-таки на улучшение качества пациентов и, возможно, увеличение продолжительности жизни пациентов. Так вот, стабилизация, когда есть клинический эффект, и отсутствие рост опухоли, конечно, это тоже ответ. И поэтому, как вы видите, общий ответ на лечение, он достаточно выражен. И исследование, на котором мы еще остановимся, тоже профессор Ларкин возглавлял. Оно тоже оценило пациентов с поражением головного мозга. Их было достаточно много, 23%. Общий ответ составил 82%. Объективный ответ 24%, а общий ответ 82%. Но, повторяю, все-таки поражение головного мозга является прогностически неблагоприятным фактором. Но, тем не менее, есть ответ на лечение у данной группы пациентов. Вот исследование БРИМ-3 показало токсичность, которая абсолютно отличалась от токсичности цитостатических препаратов, докарбазина. Мы наблюдали ту токсичность, которая, в принципе, есть у таргетных препаратов. Это и нарушение функций печени, появление сыпи, боли в суставах. Но была еще такая токсичность, как кератокантомы, и повышение, и появление второй опухоли плоскоклеточного рака у 20% пациентов. Которое данное осложнение, наверное, тоже произвело достаточно такое впечатление в первых публикациях. Потому что, несмотря на то, что препарат вызывает появление второй опухоли, препарат одобрен FDA. Но когда на практике мы наблюдаем появление вот этих изменений на коже, оно, конечно, уже не так пугает, потому что это не влияет на качество пациентов. И позже несколько остановимся на этом осложнении. Да, от этого образования нужно избавляться, но никоим образом не прекращать лечение и не вмешиваться в процесс лечения. Для того, чтобы оценить безопасность препарата, было проведено большое исследование. В общем-то, оно сначала называлось «Широкий доступ», в котором участвовал центр и московский центр, и наш центр принимал участие. Но следует сказать, что российских центров было, по-моему, только 8. По сравнению с немецкими было 56 или 58. Было скринировано больше 7 тысяч пациентов. И более 3 тысячи пациентов были включены в данное исследование. И это исследование было направлено именно на определение безопасности препарата. И таким образом следует сказать, что исследование показало, что препарат, конечно, не безобидный. Он токсичность контролируемая. Но токсичность наблюдалась практически у всех пациентов, у 95%. В основном это была первая и вторая степень. Но, тем не менее, суммарно, если посмотреть третья и четвертая степень, наблюдалось тоже у 46% пациентов. И в основном это были пожилые пациенты старше 75 лет. У пациентов, которые младше 75 лет, эта токсичность уже третьей и четвертой степени наблюдалась реже. Какая же токсичность, какая оценка и токсичность проведена? Первая группа – это дерматологическая токсичность. Дерматологическая токсичность, которая наблюдалась практически у половины пациентов, и она была достаточно разнообразной. Это, видите, и сыпь, фоточувствительность, появление папиллом, плоскокречного рака, кератокантом. Но в основном этот вид токсичности все-таки имел первую и вторую степень, и третью и четвертую степень токсичности имела небольшое количество пациентов. То есть говорит о том, что все-таки эта токсичность была контролируемая. Остановимся на дерматологической токсичности на видах. Первое – это сыпь. Сыпь возникала в среднем где-то через 12-14 дней от начала приема препарата. Она могла быть совершенно разнообразной, и популезной могла быть, и поликулярной. Возникает чаще всего что-то там так вот на туловище или нижних конечностях и носит дозозависимый характер. Как нужно корректировать ее? Если этот вид токсичности второй и третьей степени, то местное лечение, применение кортикостероидных препаратов. Если есть зодинфицирование, то применяются антибиотики, антигистаминные препараты. Если же степень токсичности высокая, третья, четвертая, как и при любом виде токсичности при химиотерапии, при лекарственном лечении, мы должны сначала приостановить лечение, а потом возобновить, когда степень токсичности уменьшится, с редуцированием дальнейшей дозы. То есть это, в принципе, тот стандарт, который должен соблюдаться. Следующий вид токсичности – это фоточувствительность. Она развивается достаточно быстро. В течение 24 часов от приема препаратов. И к этому виду токсичности склонны более светлые люди, блондины, рожеволосые пациенты. И симптомы, конечно, как при обычных ожогах. Это гиперемия, болезненность, появление бляшек, пузырей. И что нужно помнить? Обязательно должны пациенты, которые применяют данный препарат, использовать специальные солнцезащитные кремы. Причем их интенсивность средняя или высокая. И не выходить на улицу, пока они не используют этот крем. Даже, видимо, наружные слизистые, типа губ, носогубных складок. То есть достаточно хорошо обработать лицо. И должны пользоваться, конечно, закрытой одеждой, головными уборами. И следующий вид токсичности, о котором мы говорили, это воздействие плоскоклеточного рака и кератокантом. Развиваются эти явления тоже достаточно быстро. Через 8 недель после начала препарата, то есть через 2 месяцев, могут появиться на коже определенные... Что-то как-то плохо видно. Могут быть изменения в виде... Либо это плоскоклеточный рак, либо это какие-то папилломы. Что в этой ситуации нужно делать? Ну, во-первых, для предотвращения... Не предотвращения, а для... Не профилактики, а для целых наблюдений за пациентами, выявления этих изменений. Больные должны постоянно осматриваться врачом на фоне приема препарата. Больной не может быть самопроизвольный препарат принимать и не показываться доктору. Если появились кожные изменения, их следует хирургически удалять, иссякать и обязательно направлять на гистологическое исследование. И еще раз повторяю, что появление даже плоскоклеточного рака не является показанием к прекращению лечения. И не является... Он никак... Появление этого образования не влияет на качество жизни пациентов. Ну, вот здесь мы показали ту кожную токсичность, пеморофни, по которой мы наблюдали у наших пациентов. Это гиперемия, кожа, солнечный ожог. Я почему именно остановилась на губах, потому что вот больной вышел на улицу, не обработал свои губы кремом. И вот в таком виде он явился к нам. Ну, вот появление сибариного кератоза, гиперемии кожи спины. Один пациент у нас рассказывал, что он постоянно хочет сидеть в снегу, потому что ему жарко. И, к сожалению, это настолько изменило качество его жизни, что пришлось прекращать лечение, редуцировать дозу, и потом эта токсичность была ликвидирована. И другой вид токсичности. Мы говорили о драматологической токсичности, а другой вид токсичности – это недраматологическая. Какие здесь чаще всего могут быть негативные явления? Это артралгия, которая наблюдается где-то у 40% больных, и слабость. Слабость у третьих пациентов. Причем, опять обращу ваше внимание, что в основном степень токсичности была легкой или средней тяжести, тогда как легкой степени, тогда как третьей и четвертой степени она наблюдалась только у 3% пациентов. Что в этой ситуации делать? Делать нужно, конечно, в первую очередь, если артралгия, то снять боль у пациента. Если это третья и четвертая степень, нужно прекратить на время лечения. И при снижении степени токсичности возобновить лечение, но с редукцией дозы. Таким образом, в результате проведенных исследований произошло изменение тех стандартов, которые существовали. Это стандарты пока не изменения стандартов НДСН, но в наших рекомендациях мы уже тоже не обходим вниманием появление тех новых препаратов, которые в настоящее время присутствуют. И, как вы видите, предпочтительными режимами лечения, в настоящее время являются те препараты, о которых мы говорили, и перимап, и беморфениб, которым мы сегодня посвятили данную лекцию, и комбинация препаратов, то, что я говорила, то есть воздействие на две мишени сразу, чтобы обойти еще возможную резистентность к графмутациям. Но пока мы об этом только мечтаем, на сегодняшний день у нас есть один препарат, но не должны забывать, что в стандарты лечения входят и препараты, которые мы использовали раньше, остался декорбазин, остался в препараты и темозолами, и пегелированный пегелированный паклитоксал, правда, мы его меньше видим, но, тем не менее, препараты с тастатикой, их пока в настоящее время никто не снимал, они могут быть использованы для лечения наших пациентов. Таким образом, можно сделать вывод, что за последние годы, конечно, произошел явный прогресс в лечении больных с метастатической меланомой, и, конечно, этот прогресс обусловлен появлением того нового класса препаратов, которые мы сегодня имеем. И брах-ингибиторы – это первые препараты пересонализированной терапии для лечения метастатической меланомы. Еще раз напомню, что определение брах-мутации является ключевым в тактике лечения данных пациентов. И препарат, вот, виморофенип, он единственный у нас регистрирован в стране, он показал, впервые было показано повышение влияния на общую выживаемость пациентов с метастатической меланомой. И в настоящее время продолжаются исследования по применению брав-ингибиторов в одевантном лечении, причем, и как комбинирован, так и в монорежиме. Продолжаются исследования у детей педиатрической практики, и поэтому будем ждать новых результатов. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ